Автокрас С названием у игры полные непонятки Везде в самой игре она называется Автокрас Ну а часто фигурирует название на разных сайтах Автокрэш Это конечно испанское название от студии Зигурат Но к сожалению перевода этого названия я не нашел В некоторых адаптациях, скорее всего в англоязычных, эта игруха действительно фигурирует под названием Автокрэш Но повторюсь, в самой игре я такого названия нигде не нашел Ну и перед началом игры нам дают такую еще небольшую двухкадровую анимацию Я долго думал, что же это вот такое здесь желтое изображено Но только посмотрев уже потом на монтаже на повторе, я понял, что это палец чужого, который жмет кнопку И турнир начинается Хотя поначалу мне показалось, что это какой-то кубок или приз Сделанный из золота и который вручается за первое место Основными нашими соперниками как раз и будут вот такие, ну не чужие, они скорее звероящеры Сейчас вы сами все увидите Ну и вот опять-таки мы видим Автокрас, а не Автокрэш Диаболико В общем, если у вас есть мысли по поводу названия этой игры, обязательно пишите в комментах, надо разобраться Игра на испанском языке, но я нашел английскую версию Но скорее всего ее криво англофицировали, потому что переведено только самое начало игры Да, мы рады видеть вас в сумасшедших гонках Автокрас Может быть Автокрас это название вот самого транспортного средства В меню у нас только управление И что касается нашей цели, друзья, нам предстоит пройти 13 трасс 13 вот таких вот павильонов, в которых есть только один победитель И это должны быть мы Как видите, по сути, всего лишь 4 карты, у каждой свой цвет И у каждой из этих карт есть своя особенность Я расскажу в процессе игры Ну а дальше они начинают повторяться Повторяются они 3 раза И отличаются они количеством соперников и сложностью Ну и последний 13 уровень внизу справа Это будет адское месиво Все, друзья, погнали Итак, друзья, мы с вами участвуем вот в неком таком смертельном аттракционе Где мы ездим на вот таких бамперных автомобилях И наша цель избавиться от наших противников Чтобы избавиться от противника Надо на всем ходу въехать в его автомобиль Газ сжать не нужно Автомобиль разгоняется сам собой Ну а индикаторы скорости с правой стороны Ну и как вы видите, когда мы въезжаем на всем ходу И срабатывает триггер То этот товарищ вылетает из седла И подлетает до самого-самого верха Так что мы видим его пасть Кстати, точно так же произойдет и с нами Если в нас въедут Кстати, вот Cool Face Что имелось в виду? Что за Cool Face? В смысле Cool Race или Cool Face? Как будто переведено с ошибкой На самом первом уровне у нас был всего лишь навсего один враг Поэтому мы достаточно быстро с ним разобрались Но дальше количество врагов будет расти Определить количество врагов по полоскам скоростей достаточно легко Самая левая полоска это наша А остальные две врагов Соответственно двое врагов После того, как водитель транспортного средства вылетает из автомобиля Неважно, мы это или наш враг Он получает вторую попытку Он встает на край нашего аттракциона И пешком должен по поверхности добежать до автомобиля Так делаем мы Так делают наши враги При этом, когда вышибают нас И мы садимся снова за руль То у нас забирают один жетон Жетоны показаны внизу справа Как только жетоны заканчиваются Мы погибаем Ну и с каждым новым уровнем Количество жетонов нам восполняют Ну и как вы понимаете Чтобы вышибленный враг не добежал до транспортного средства Нужно как можно быстрее его найти И немножко переехать Все, готов змей Как только врагов не остается Мы переходим на следующий уровень Игра постепенно усложняется На первом уровне был один враг На втором уровне уже было двое На этом уровне их точно так же двое Но вопрос в том, что выносить мы их должны В определенном порядке Тот, которого вы должны вынести прямо сейчас Отмечен стрелкой Вот он сейчас вылетел И только после этого можно переходить к следующему Если врезаться не в того То он просто не вылетит Ничего не произойдет Как видите, соперники тоже не теряют времени Стараются сесть нам на хвост И выбить нас при первой возможности Все, у нас из двоих остался только последний Сейчас будем с ним разбираться Кстати, вот это изображение змея Прямо по центру павильона Я в детстве считал, что его нужно объезжать И ни в коем случае нельзя по нему ехать А на самом деле можно ездить везде В пределах всего поля А это просто такая вот классная декорация Все, теперь змею нужно перехватить и переехать Эй, чуть-чуть не успел добежать Выбить соперника из его транспортного средства Не так уж и просто, как может показаться Для того, чтобы это сделать Нужно въехать на него на всем ходу Либо в бочину, либо ему взад При этом соперник должен или еле-еле двигаться Или стоять То есть, если он двигается на приличной скорости То ничего не сработает Ну, а вот и мы и улетели На легких уровнях нам везет Как видите, по периметру иногда расставлены машины И мы начинаем прямо рядом с ней Ну, а потом нам придется бегать по всему полю Выбить соперника можно и лобовым ударом Прямо лоб в лоб Но для этого нужно ударить его на всем ходу А он должен практически стоять То есть, в любом случае, если соперник двигается на большой скорости То выбить его не представляется возможным Для этого сначала нужно как-то сбить скорость Столкнуться с ним так, чтобы сбить ее до нуля Или вынудить его врезаться И только потом, разогнавшись заново Войти ему в бочину или в зад Забавно, если ездить по кругу То враг делает то же самое Он не дает подставиться, как видите И нужно маневрировать Иначе мы так и будем ездить по кругу Но зато это дает возможность Разогнаться до максимальной скорости И до максимума повысить возможность Выбить соперника из руля Как все-таки круто сделана эта анимация Вот в детстве мне это очень нравилось Вообще, графически здорово сделана игрушка Все очень так здорово прорисовано Кстати, на четвертом уровне Вот этот обут, он под электричеством И вот как вы сейчас увидите Я в него врежусь И немножко подорвусь Единственное, что, видимо, не сработал совсем триггер Потому что в этот момент я выбил товарища из его седла И как бы игра уже практически, ну, уровень закончился Ну, а так бы у меня отняли один жетон То есть, как видите, у каждого из четырех уровней Есть какой-нибудь такой бонус Ну, вот здесь у нас начинает зацикливаться Да, вроде бы все то же самое Но смотрите, враг уже не один А врагов уже целых трое Вот тут ничего я не смог сделать Видите, он тоже вышел прямо рядом с машиной И сразу в нее сел Так, вон он там по центру бегает Надо его срочно задавить Кстати, враги хоть и охотятся только за нами Они не бьют друг друга То есть, у них задача именно вышибить только нас из седла Но другой вопрос, что когда такой товарищ нами вышиблен И он бежит по полю То его дружбаны могут, кстати, случайно переехать Ну, и тут есть определенные звуки Чтобы какая-то индикация была То есть, когда такой товарищ бежит по полю То можно услышать, когда он садится в авто Или когда его случайно переезжает его товарищ Ну, или мы Вот примерно такой звук Ну, а у нас шестой этап Так, нам дали люлей А машины рядом, кстати, нет После того, как мы стартовали Вернуться обратно за ограждение мы не можем Так, 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 скорее А то сейчас он добежит Вот слышали звук? Это его кто-то из дружбанов переехал Вон он в центре лежит Музыки, к сожалению, в игре нет Но обычно это была не проблема Потому что я всегда слушал что-нибудь свое У меня был крутой двухкассетник Sharp И я с удовольствием просто надевал наушники И слушал какую-нибудь классную кассету Поэтому отсутствие музыки в играх Меня совсем не волновало И у меня уже были определенно такие сборники Под определенные игры Я любил слушать определенные песни или группы Так, здесь у нас уровень с электричеством И, как вы видите, можно взять один дополнительный жетон Только брать его лучше не сразу А все же дождаться, пока мы какой-нибудь один потратим О, вон он там, наверху Кстати, на этом уровне добавляет сложности то Что когда вот такой бегущий враг Он убегает куда-нибудь в угол площадки То я не могу подъехать к самой краю площадки Чтобы его придавить Потому что как только я с ней соприкоснусь Меня электричеством сразу убьет При этом на бегущего без автомобиля бойца Электричество не действует И теперь посмотрите на скорость Как разгоняется один из автомобилей Который с самой правой Посмотрите, как увеличивается полоска С какой скоростью Это турбированный автомобиль с турбонаддувом И если присмотреться То у некоторых автомобилей Вот плоский капот, вот как у нас А у некоторых там виден такой, знаете Как на спорткарах такой турбонаддув Вот как у этого товарища Насколько я понял Вылезти здесь из машины нельзя То есть вас могут только физически оттуда выбить В столкновении Ну я по крайней мере не нашел Как вылезать ни сам, ни в инструкции Так вот, если нас выбьют То мы можем добежать Вот до такой турбированной машины И воспользоваться всеми ее преимуществами Мы будем разгоняться гораздо быстрее И моментально, сделав буквально маленький круг Сразу въезжать им в задницу Когда мы сталкиваемся им в задний бампер То эффект, по-моему, максимальный Судя по ощущениям И их практически всегда вышибает Поэтому такой автомобиль дает заметное преимущество И очень плохо, когда у кого-то из соперников Такой автомобиль Потому что сражаться таким очень непросто Ну вот у этого как раз был турбированный автомобиль Напомню, что управление здесь весьма специфическое Мы всегда разгоняемся Право-лево, соответственно, позволяет нам Поворачивать направо или налево Ну а если мы нажмем кнопку назад То мы можем сбросить скорость моментально до ноля И остановиться Правда мне в игре это было совсем не нужно Потому что чаще всего в такой ситуации Вам сразу кто-нибудь едет в бочину И вы улетите То есть, как видите, здесь врагов уже целых четверо И при этом, как и на предыдущем круге Нам нужно уничтожать их ровно по одному В том порядке, в котором нам указывает стрелка То есть у нас получается Как бы четыре круг Один круг четыре уровня Первый обычный Просто меняется количество врагов По мере возрастания Потом у нас есть один уровень с электричеством Один уровень с турбонаддувом С турбированными автомобилями И один уровень, где нам нужно Именно в определенном порядке Выносить наших врагов Так, ну этот походу успел сесть Самое тяжелое здесь, конечно, это вторая половина игры Наверное, даже последняя треть Где идет последний круг уровней Дело в том, что там очень-очень много врагов И здесь, конечно, самая неприятная ситуация Что, когда вас едут сразу двое Это практически гарантированно вылет Потому что один вас въезжает И вы тормозитесь Вы никак не можете эту инерцию победить И пока вы стоите Вам в бочину въезжает другой И вы точно вылетаете Вот на этом уровне, кстати, опять-таки Присутствует дополнительный один жетон Пока мы его брать не будем Сейчас постараемся выжать Как видите, врагов здесь очень много И, скорее всего, сейчас потеряем один, а может быть, два жетона И этот нам как раз пригодится Враги эти жетоны не собирают Ну, смотрите, что делают Да, вообще ничего не могу сделать Один таранит, я торможусь И вторые начинают меня добивать Даже разогнаться не могу Все, взяли меня в коробочку Ну, ожидаемо Ого, а тут бежать и бежать Кстати, в тот момент, когда бежит вот этот товарищ Очень тяжело им управлять Здесь совершенно дурацкое управление сделали Он, когда бежит Мы стрелками не управляем Куда ему бежать А мы право-лево поворачиваем А бежит он сам И при этом срабатывает поворот С такой задержкой, с таким лагом Где-то полсекунды-секунда То есть здесь нужно просто привыкнуть Интересный момент, друзья Я не нашел английского мануала К этой игре Нашел только испанский Поэтому его я через гугл переводчик перевел Посмотрел вообще В чем заключается предыстория этой игры Она там есть Короче, смысл такой Что в 2201 году Начали проводить вот такие турниры На бамперных автомобилях Смертельные Изначально вообще Эти бамперные автомобили Были всегда популярны Но по мере развития Они становились все более кровавыми Там начинали ставить ставки На победителей И в итоге Так здорово разошлась эта игра Настолько популярной стало Что постоянно проводились Вот эти вот соревнования Проводились они на планете Х550 Где как раз живут вот эти звероящеры И поэтому здесь все усеяно Этими портретами Вот смотрите Сейчас будет интересный момент Он почти добежал до автомобиля Но я сдвинул его автомобиль И его собственный автомобиль Его же и придавил То есть садиться можно Только в стоящий автомобиль А если его пнуть То он своего владельца и прибьет Здесь как мне показалось Очень хорошо сделана физика То есть чувствуется Что такие массивные Мощные автомобили Тяжелые И при этом Здесь такой вот Упругий Большой Резиновый бампер Потому что машины Здесь отлетают Просто по полной программе Прическа ежик Так Нам бы не повторить Судьбу этого товарища Вот мы как раз Сейчас сядем в авто Которое своего хозяина И придавил Вон там нога торчит Между прочим Жизни-то у нас Не осталось Ну и при этом Враг последний Все Ну главное Сейчас его не упустить Вот поганец Успел Ну то есть Как видите Друзья Здесь все Опять-таки Очень многое Зависит от Случа От рандома Потому что Может Вот этот товарищ После того Как его выкинем Из автомобиля Сесть Прямо где-то Рядом Софто Ну а может быть Его выкинет Где-то далеко И его придется Там пару раз Вышибить Ну вот как в данном Нам нужно в определенном Порядке Выкладывать Вышибать Смотрите Интересный момент Я выше противника Он бежит Но в меня Въезжает автомобиль Выбивает меня А автомобилем Этого товарища Придавливает То есть Здесь возможно И такое Вот очередной раз Когда видите Сразу обоих Вынесло Я вынес врага А враг Второй Вынес меня Здесь кстати Бывают И взаимные Вылеты То есть Когда мы Врезаемся С противником И вылетаем С ним Вместе Из автомобилей И он И я Так Все Здесь Последний Остался А нет Предпоследний Здесь Здесь так вот Удобно Разгоняться Если по кругу Ездить Ну смотрите Не успел Я его вышибить А он тут же Успел Сесть В автомобиль Это вот Ему повезло Кстати Если вы Обратили внимание То я сел Как раз В турбированный Автомобиль Смотрите Какой Быстрый Разгон Когда врагов Остается Один Или двое И у нас Турбированная Машина То у врагов Уже просто Нет шансов Если они Сами Только не на Турбе Ну вот опять Смотрите Видите Как ему Везет Он Выбегает И сразу Рядом Автомобиль Так Дальше У нас Уровень С Электричеством Вышибаем Врагов В определенном Порядке И как видите Их уже Целых Пятеро Начинать Здесь Конечно Очень Тяжело Вот не сказать Что игра Очень Сложная Она в принципе Такая Вменяемая Ну конечно Приятнее всего В нее играть С читами С бесконечными Жизнями Но вообще По хорошему счету Игра Не сказать Что прям Адски Сложная Единственный Момент Я все же Использовал Ролбеки Во второй половине Игры Но не с целью Поприменять читы А сделать видео Более коротким Как вы видели Просто здесь Очень все Зависит От рандома И например Если играть По чесноку То вы Дадите Возможно Своим оппонентам Садиться По два По три раза Потому что Вы тупо Не знаете С какой стороны Они выходят Когда их вышибают Ну а если Сохраниться Перед тем Как вы вышибаете Противника Потом просто Покататься Посмотреть Куда он Телепортируется И загрузить Последний Ролбек То его Достаточно Легко Вычислить То есть в принципе Игра Проходится и так Просто видос Был бы не на полчаса А на полтора А по сути Все то же самое Ну и второй момент Связанный с ролбеками Действительно Здесь есть отдельные моменты Вот в самом начале Последних уровней Последних этапов Когда врагов Очень много И они просто Не дают начать То есть один въезжает Тебя тормозит Двое других Въезжают И ты вылетаешь А поскольку Их сразу пятеро То есть добежать Куда-то вообще Нереально Если машины нет Совсем вот Поблизости Еще все-таки Вернусь к названию Игры вы знаете Все-таки мне кажется Что игра называется Автокрас Типа как Какая-то Аллюзия Автокарс Или что-нибудь Типа того Потому что Повторюсь Нигде в названии Игры Автокрэш Не фигурирует Только на всяких Обложках Кассетных На всяких Вкладышах В описаниях Игры На Спектрум Компьютинг Вообще Написано Что оба Названия Это в принципе Одно и то же Оба Легитимны Но как мне кажется Это все же Больше какая-то Опечатка То есть Показалось Что на самом деле Игра называется Автокраш И так ее Начали называть Кстати Вот я заметил Что на последних Этапах Здесь Вот не всегда Срабатывает Стопроцентные В кавычках Методы Когда Стоящему Противнику Въезжаешь Прямо сзади То есть То ли на уровне Добавляется Какой-то шанс Что он все же Не вылетит Вот смотрите Сейчас я въехал В товарища Он практически Не двигался То есть Прямо все идеально Но он не вылетел Хотя он был Помечен стрелкой Это тот самый Тот который нужен Но не знаю Вот скорее всего Это просто Для усложнения игры Чтобы мы Два-три раза В него въехали И только потом Он вылетает Так отлично У нас предпоследний уровень То есть Из обычных Двенадцати Это последний Тот который С турбированными Автомобилями Здесь четверо Противников Ну а На последнем Уровне Тринадцатом Это отдельный Уровень Финал Там будет Настоящая Жесть Там будет Пять противников И все они Очень крутые Но здесь Мне повезло Смотрите Я сел В турбированный Автомобиль И сейчас Играть Будет Гораздо Проще Можно сказать Сам Напоролся Все Их остается Всего лишь Двое Но к сожалению Второй Успел Сесть В автомобиль И кстати Оба наших Противника Имеют Тоже Турбу Так Берем Еще одну Жизнь Еще один Жетон Ну по идее На таком Авто В принципе На двоих Должно Хватить А Но тут Как раз Ему Очень Не повезло Ведь он Появился В том Месте Где Я Стоял Вот Сейчас Я ему Въехал В бочину А он Стоял Да И смотрите Он даже Не вылетел Ну тут Ладно Просто Неудачно Въехал Так Ну где ты Все Готов Ну и вот Друзья Мы дошли До финала И у нас Последний Финальный Уровень Здесь у нас Сходу Есть Дополнительная Жизнь Но самое Главное Что отличает Этот уровень Что независимо От внешнего Вида Наших Автомобилей Они все Все турбированы И наш И наших Четырех Противников Я бы наверное сказал Что это действительно Самый сложный этап И особенно Его начало Потому что Они моментально Разгоняются Тут же В нас Врезаются И даже Если один Не сможет К нам Ничего сделать То в нас В стоящего Врезаются Остальные И шансов У нас Практически Нет Кстати Как вы только что Видели Вот один Въехал В другого Друг от друга Они не вылетают А кстати Жаль Было бы прикольно Ну вот да Типичный случай Смотрите Вот мы въехали Остановились И тут же Въехали в нас И второй момент Заметьте Они четко Охотятся за нами Не как в первых уровнях Вот видите Этот прям точно Подъезжает к тому месту Где мы стоим Хотя мы еще не вышли А на первых уровнях Они там случайно Просто мимо Проезжали И все Ну а здесь Они охотятся Прямо четко Четко за нами То есть Интеллект У них здесь Уже такой Приличный И обладая Вот такой Большой Приемистостью Да Таким ускорением Они очень Четко Нас Выбивают Так Надо срочно Взять жизнь Как бы не было Слишком поздно Так Ну с двумя жизнями С двоими В принципе Реально совладать Да Они тоже гоняют Будь здоров Так просто по ним Не попасть Такие ноги Из-под автомобиля Торчат Все Последний Ну и теперь Главное ему Не дать добежать Ну и как видите Перевели на английский Не все Финальное сообщение У нас все равно На испанском Ну и в переводе Это означает Поздравляем Ты достиг этого Ты потрясающий Чувак Перевод Гугловский Если что Если кто знает Испанский Переведите Может быть Будет лучше Ну вот в принципе И все Никакого финального Ролика здесь не будет Будет только Главное меню Не знаю как вам Друзья А мне эта игра В детстве Очень нравилась Я хоть ее и не проходил Но любил в нее Все равно гонять Пишите Ваши впечатления Об этой игре Пишите Проходили ли вы ее В детстве Или она вам не попадалась И удавалось ли вам Ее пройти честно Без читов Ну а на этом все Друзья Я с вами прощаюсь Подписывайтесь Если не подписаны Ставьте лайки Пишите комменты И обязательно Увидимся в одном Из следующих видосов Пока